254 пожара произошло с начала года в Чувашии. В них погиб 21 человек. Только в минувшие выходные пожарные ликвидировали 5 возгораний. Впереди пожароопасный сезон. И вновь сотрудники МЧС по Чувашии напоминают об элементарных правилах безопасности. Зачастую весной пожары возникают из-за того, что жители начинают сжигать траву и мусор. Огонь быстро перекидывается с земли на постройки, уничтожая все на своем пути. Поэтому в ближайшее время сотрудники МЧС планируют побывать на приусадебных участках и в садоводческих товариществах с профилактической целью. В конце апреля особое внимание местам массового отдыха, различным лесопарковым зонам, местам для пикников и кемпингов. Пока окончательно не сошел лед, беспокойство вызывают ретивые рыбаки, которым все ни по чем. Любителей подледной рыбалки можно встретить и на Волге, и на Суре. Из 16 водных участков, где зимой можно было ловить рыбу, осталось 9. Но и их к концу следующей недели закроют. Что касается паводка, то сегодня средняя высота снежного покрова по всей республике составляет 34 сантиметра, что выше нормы на 9 сантиметров. Синоптики обещают, активное снеготаяние начнется уже в конце этой недели. По прогнозам, паводок ожидается спокойным. Как всегда весной у нас ожидаются небольшие подтопления в этом году. Акцентирую внимание, небольшие подтопления, потому что прогноз в целом Росгидромета говорит о том, что паводок в этом году, особенно на больших реках, будет достаточно спокойным. Малые реки могут принести некоторую головную боль жителям, проживающим на берегах, соответственно, и тем службам, которые занимаются жизнеобеспечением. Отметим, что за последние 10 лет на территории республики режимы чрезвычайных ситуаций из-за затопления населенных пунктов талами водами водились только в Аллатре в 2012 и 2013 годах. Галина Титарчук, Мальвина Петрова, Борис Андреев, Республика.